О посте при вступлении в пост святой Иоанн Златоуст. Светлый сегодня у нас праздник и торжественнее обыкновенного собрания. Какая же тому причина? Это я знаю дело поста, поста еще не наступающего, не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом. Он сегодня привел в материнские объятия и тех, которые доселе были ленивы. Если же пост только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и высказывает великую рачительность. Но услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лице поста, и он, оковаиваемый страхами, удерживаемый как бы какими цепями, станет неподвижнее самих камней. Особенно, когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста молитву. Поэтому и Христос говорит, сей рот изгоняется только молитвою и постом. Матфея 17 глава 21 стих. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения, и так страшен врагам нашей жизни, то надо его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надо пьянства и обжорства, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками, жестокому владычеству властей, как некоему свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и вузах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост его пьет против наших врагов и освобождает нас от рабства страстей и возвращает на свободу, то какого еще больше надо на тебе доказательства его дружбы к нашему роду? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья в любви и ненавидят тех же самих, кого и мы. Хочешь услышать, какое устрашение для людей пост? Какая он оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и востекши на вершины гор и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани взяли себе пост в товарища и сообщника на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их самих одних. Но кто и в городах соблюдает пост, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, сии столпы ветхозаветных пророков, хотя знаменитые и великие были под другим добродетелем и имели великое дерзновение. Однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на руках возносились к Богу. Поэтому и Бог лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту. Ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь от всякого дерева в саду ты будешь есть. И от дерева познание добра и зла не ешь от него. Бытие 2 глава 16-17 стихи. Есть рот поста. Если же пост необходим в раю, то гораздо более вне рая. Если лекарство полезно прежде раны, то гораздо более после раны. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо с поборничества поста по открытии такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеление Божие, то не услышал бы приговора «Возвратишься в землю, из которой ты взят». Бытие 13 глава 19 стих. Но как не послушал он того повеления, так за это постигла его смерть и заботы, и горести, и печали, жизнь тягостнейшая всякой смерти, за это тернии волшцы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. «Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост, услышь же, как Он и радуется, когда чтут пост. За пренебрежение постам Он наказывал преступника смертью, напротив, за уважение к посту избавлял от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлению на казнь, брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя, или там двенадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда, как великий и дивный город Ниневия стоял уже на коленях, склонив голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила и сторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту о наказании, и вопиял так, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена!» Иона 3 глава 4 стих. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения слова. Но тот час поспешили к посту все мужи, жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловесные, не были изъяты и от этого общественного подвига. Всюду вретишься, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам, облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собой вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из пропасти. Открылось необычайное явление. Парфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была парфира, то могло сделать вретище. Чего не сделали диадема, то совершил пепел. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. Беседы на покаяние. Субтитры создавал DimaTorzok